Проид the sun, дорогие зрители, с вами Работ Лев, и сегодня мы начинаем проходить первое DLC для Dark Souls 2, Crown of the Sunking King. Но сначала я хочу выполнить одно задание, которое я не выполнил до этого. А конкретно убить предателя. И предатель это она. Да. В общем, это довольно дисбалансная битва, потому что у неё, ну, 1010 хп, она довольно фигово станется, и она ваншотит. Ну, я не знаю, с такой бронёй и с таким хп она меня заваншотит или нет, но возможно. И я покажу вам тактику, которая очень хорошо против неё работает. Нет. Используем разбитая ОК. Эту тактику вы все уже видели. Да, она заключается именно в этом. Чтобы не давать ей встать. Поверьте, если сражаться с ней нормально, то у вас будет очень много подхёрта. Ну а так, всё. И мы получаем кучу всякого хлама. На самом деле, её можно было бы убить даже не вторгаясь в её мир. Это было бы, я думаю, довольно легко. Ну нет, не довольно легко, это было бы легче, потому что можно было бы уйти туда, сюда, отступить, в общем. И лут вроде бы мы получили бы такой же. Хотя нет, бронёю её нужно было бы покупать. О, на Милентии. И вроде бы это всё. Всё остальное мы бы и так получили. Так, теперь, собственно, ТЛЦ. Я возьму свою пику. И ТЛЦ находится в чёрное расселение. А конкретно оно находится с огнеющим. Блин, странно давление. И в этом ДЛЦ нам понадобится мох. Так что тратить его особо сильно не нужно. Это я зря сделал, потому что нужно было, наверное, прочитать сначала, что написано вот на этих камнях. Но я что-то протупил. В этой части, в отличие от первого Дарка, ТЛЦ никак не спрятано. Не нужно пытаться найти его. Оно на видном месте. И вот до этой двери могут пройти все. Даже те, кто не купил ТЛЦ. Тем, кто купил ТЛЦ, даётся вот этот вот ключ. Вот этот. И те могут открыть эту дверь. Статуи вот эти. Они тут кое-то для чего нужны. Если оставить вот тут на любой из них свой знак белый, то вы можете присваться в само ДЛЦ в определённую область, как Фантом. И там в конце есть босс. Просто так. Домоверсия, можно сказать. Тут секретка, которую некоторые пропускают. Какой-нибудь талисман. Я думаю, он пригодится тут. И шульва. Там локация, куда мы попадём. Там ходят страшные враги. А тут спит дракон. Привет! Его зовут Син. И это... Немного про спойлерю. Финальный босс ТЛЦ. И тут сразу же костёр. Что мне не нравится в... Не могу сказать во всех ДЛЦ, потому что третья ещё не вышла на данный момент, когда я это записываю. Но в первых ду ДЛЦ мне не нравится то, что до боссов нужно идти довольно долго. То есть все боссы в конце ДЛЦ. В первом дарке в самом же начале ДЛЦ босс. И так, тут новые враги. Они... Даже не помню, как они называются. В общем, такие обычные рыцари с огромными тюбинами. Они отравляют, и они вообще не станутся. То есть я не знаю, там нужно... Не уверен, сколько ударов, с какого оружия, но станутся они очень-очень неохотно. Эти штуки поднимают вот эти вот платформы. На них есть много секретов. Не лечись. Нельзя. В общем, не самые приятные враги, но их очень легко подставить. Это надо, наверное, показать. Нет, не стреляйте. Получите лучше камнем. Один получил. Эти штуки довольно полезны. Они, например, вот это вот, защищают от лучников. И можно один на один мраться. Дай, хочешь, хочешь. Привет! Ну, они падают. Это лучше что-то. Не станет, но хотя бы падают. Это так и сразу берут. Я тут довольно опасное дело, потому что тут обрыв. Так, тут есть секреты где-то поблизости. Я давно не проходил DLC. Я его, если честно, проходил только один раз. И смотрел подробное прохождение. Со всеми секретами и тому подобное. Так, ну вроде бы тут нет особо ничего. Нет, ничего. Окей. Тут можно... Нормально. Я сделал атаку в падении, но приземлился на него. Что я почему-то не сделал в экстеп. Не упади. Окей, он упал, я не упал. Наручи солдата светилища. С этих солдат светилища падают только их наручи. Не знаю почему. То есть остальных кусков сета нет. Просто нет в игре. Окей, тут можно подобрать длинный лук плюс 7. Он нужен для того, чтобы... Если вы упали вниз, вот на эту платформу, когда она была внизу, то вы могли выстрелить из лука вот до этой фигня и подняться обратно. Но, к сожалению, стрел разрабы не дали. Что немного нелогично. Окей, я тут путаюсь пока что. Потому что я не очень хорошо помню, что тут где лежит. Куда тут зайти. Окей, тут вторые враги. О! Так, ладно. Пока что ко вторым врагам не пойдем. Пойдем отсюда. Тут нужно построить мост. И... Тут можно перепрыгнуть. Блин. Хватит меня бить. Почему я не выкстаблю его? Это тупо. Окей, внизу есть еще одна хреновина, которая выдвигает вот этот вот участок моста. Эту часть моста. Но можно перепрыгнуть без нее. То есть с ней прыгать не надо. Можно просто пройти. Ой. Привет. Почему я их не выкстаблю? Куда тупо? И вот полностью выдвинулся мост. Если вы умрете, то никакие из этих вот башен, мостов не поменяют свое положение. Так что... Если вы что-то где-то выдвинули, оно такими останется. В каких-то случаях это хорошо, в каких-то плохо. Окей, а вот эти вот... Блин. Я даже не знаю. Яйца, их лучше не разбивать, потому что в них кислота. Которая ломает все, что у нас на тете. Так... Не знаю, ломает ли оно оружие. Не уверен. Окей, как поднять... А! Мы слепой. Привет! Ай! Почему я вас не выкстаблю? Это меня раздражает. Я должен их выкстабить. Но почему-то я этого не делаю. Кольцо я 9-го укуса. И... Так, нет. Не сейчас. И я вроде бы подобрал одну вещичку. Да, две даже. Они увеличивают фи, веру, силу, и есть еще на ловкость, есть на интеллект, и вроде бы все. Во втором DLC есть кольца, которые увеличивают эти параметры. Они увеличивают на 5 единиц. По-моему, эти кольца и эти предметы, это лишнее в этой игре. Например, SL1 раны, они делают намного более легкими. Потому что увеличивают количество оружия, которое вы можете использовать. Чё-то такое. Я думал, это руки торчат из земли. Да. Бывает. Тут можно пройти и... И... Как выдвинуть это? Э? Тут ведь... Не, я не допрыгну туда. Тут можно выдвинуть мост. Но я не помню как. Ладно. И вот тут еще одни враги новые. Ходячие статуи. Если бить... О, сейчас покажу. Если бить по своим статуям, им ничего не сделается. Нужно бить именно по этим черепахам. Это довольно легко делать мечами прямыми. То есть, например, бьете конкретно правее, но попадаете прямо по этой черепахе. И это довольно удобно. Тут просто враг. У него ничего нету. Так что я не буду туда идти. И все же... Как-то туда ведь можно пробраться. Мда, я слепой. Но хотя меня там не было. Когда я думал как туда пробраться. Так что, возможно, я не слепой. Возможно, я просто забыл. Скорее всего, я просто забыл. Откуда взялся? Да, гениально. Что ты делаешь? Я... Управление. Оно меня убивает. О, светилище. Довольно интересная штука. Наносит просто... Я не умею сегодня говорить. Наносит просто дохренища урона. Но с каждым ударом отравляет владельца. Ну и так же она отравляет врага. Но... Она делает это вроде бы больше, чем отравляет владельца. Окей. А, вот и где. Что у меня с фпсом? У меня не должно быть 30 фпс. И мне какие-то жуки сраные не должны пробивать блок. Кстати, мне... Неплохо бы промкать здесь свой щит. Эти жуки умеют пердеть. И ломать ваше снаряжение этим. В общем, как и грибы, которые умеют пердеть. Что у меня с фпс в этой части локации? Офигеть. На видео это будет, наверное, еще хуже. Ух ты. Я чуть не упал. У меня в целом фпс присоединяет. Это ненормально. Окей, посмотрел на пол. И все стало хорошо. Ай. Ну. Не все стало хорошо. С фпс все стало хорошо. Но меня все еще... Все пытаются убить. Тут же я вам советую сделать вот так. Нет. Вот так вот я вам... Что это было? Так вот я вам не советую делать. Особенно, когда у вас 122 тысячи душ. И меня снова все это проходить. Окей. Окей. Я немного пробежал. Так, нужно быстро ударить в эту штуку. О, привет. Это пики. Они так любят делать. И бей меня. Блин. Фу. Вот это все нормально. И... Тут спрятан костер. Который довольно полезен. Окей, тут можно пострелять вот под тем штуком. Я думаю, я возьму... Вот эти вот стрелы. Чтобы не тратить огненные. Эм. А может быть, это не самая хорошая идея. Так, ну в любом случае, может спуститься тут. И встретить врага. И наконец-то забег ставить его. Неужели? И выйти. Окей. Так, тут... Ничего. Ну да, естественно. Вау. Откуда ты взялся? Эм. Он... Откуда он взялся? А! Спрыгнул. Видимо так. И это будет дальше. Но дальше я пока что не пойду, потому что тут довольно много секретов. Но тут тупик. А тут довольно опасное место. Так, ну... Всего я по-быстрому завалю. Терпи, а я по-быстрому завалю. Ну да. Не завалю. Я не по-быстрому. Потому что это пика. Посидим здесь. Там еще кто-то может встать. Да, вот тот. Кажется, я очень титанит. В DLC раскидано очень много титанита. Что в первом, что во втором. Большое количество и очень полезного. Да блин. Лучники. Тут они наносят как-то слишком много угона. Оставай меч. Да, смотри, как я лечусь. Тебе это очень нравится. Я знаю. Пики. И отсутствие бэкстабов. По какой-то безумной причине. Окей. Я думаю, я все-таки оставлю огненные. Потому что вот этих вот черепаха статуи. Надо ведь как-то убивать. Не оттрафляй меня. Все. Так. Тут секретка есть. Вроде бы если спрыгнуть. Вроде бы нужно спрыгнуть вот сюда. Да. И выстрелить вон туда. Сверху этого сделать нельзя. Не так высоко. Но так же можно взять большой лук и стрелы разрушения, которые ломают эквейп. И тогда можно разбить эти статуи. Больше ничем вроде бы разбить нельзя. Тут опять куча этих ящериц. Блин. Они довольно близко к их клетке. Так что придется их убить. Полный ожопострел. Давай. Блин. Главное не умереть от отравления. Ну да. Естественно. Ну что такое? Давай уже. Наконец. А я думаю, мне нужно поставить... Так. И сюда. Сюда вот ядовитый мох. В общем, тут такое вот дерево. Странное. С какими-то странными страшными глазами. Шаги перемирия. Это твоп. Но его довольно понерфленный. Что можно сделать с этой фигнёй? Можно взять шипастый кнут, который вы тут подобрали. Где он? И ударить его им. И эта штука снимет с вас отравление. Я не знаю, почему именно шипастый кнута, почему вот это выглядит так. Но что есть, то есть. И довольно неудобно бегать сюда, чтобы убрать яд. Ну хотя, если вас по пути вот эти вот штуки отравили, тогда возможно... Но с другой стороны нужно подобрать кнут, взять его в руки и ударить. Окей, тут... Сначала вот здесь вот... Можно выстроить мост? Костром. И отсюда видно костёр. Так, и две остальные я видел там. Нужно немного назад вернуться. Окей, я тут лук прописил. Бывает. Так, ау, понятно. Так, наверху ничего нету. Так что может быть что-то посередине? Нет, это просто... Просто статуя. Хотя, может быть, с неё можно перерывнуть куда-нибудь. Возможно. Блин, нужно было запрыгнуть и подобрать вот эту фигню. Это вроде бы кольцо для защиты от какого-то элемента плюс 3. DLC-таки и появились. И теперь можно сверху пройти к костру. Окей, ну и сейчас мы пойдём немного дальше. Немного дальше, что я сказал. Как мне идти туда? Я не очень хорошо помню. Так, а тут что? Тут у нас ещё что-то. А! Булава, чтобы не фармить. Сказали разработчики. Так, вот сюда. Тут... Можно свалиться, если бежать прямо. Так что нужно заберуть направо. Тут не рабочий лифт. И что-то лежит. Монеты. И... Привет, Си! Привет! Спасибо, что зачистил мост. Тут лежат заклинания. Сфокусированные туши. Не очень хорошие вроде бы. По крайней мере, в пвп. Но она очень медленная. И... Им довольно сложно попасть. Не знаю, зачем нужно было сделать... Столько открывающихся дверей. Но они это сделали. Эту дверь мы откроем позже. И... Тут нажимная плита. Их... Таких будет очень много. И тут всякий лут. И... Сейчас я вспомнил, что у меня проблемы. Новые враги. Это призраки. Несмотря на то, что это призраки, они могут вас бить. Довольно больно бить. Проблема в том, что физический урон на них не действует никак. До тех пор, пока мы не сломаем вот те их тела. И... В данном случае все довольно легко, потому что они находятся прямо рядом со своими телами. Они даже някрятся на это. Но... Дальше будет куча вот таких вот призраков, расставленных всяких разных местах. И одна большая комната, где будет еще три таких призрака, и все-все-все их тела. Что будет выглядеть как беготня от... Сранной кучи призраков, и... ломание тела. И так, смогу ли я его забэкставить? Да. И я его даже завожу еще этим. Окей. Стелс. Я играл в диус-секс недавно. Я знаю, как это делать. Не спикай, конечно, но все равно. Полный же рыцарь святилища. Снижает повреждение перепадения. Ага, это... Ух ты! Они светятся. Круто! Я не знал. Ладно, я себе обычное оставлю. И тут куча сундуков. Конкретнее пять. Большая стрела разрушения. Тут вроде бы... Катаринский шлем. Да, именно тот, который... Луковица. Тут сосуд души. И я не помню, что бы что-то полезное лежало. Бальзам. А тут вроде бы... Что-то из титанита. Да. Я ванга. Может помочь атака, да? Именно. Да. Так, и тут особые версии обычных врагов. Конкретно отравленные. Они отравляют, когда вы находитесь рядом с ними. Окей, я успел. Те ничего не слышали. И я себя серьезно чувствую, как в каком-нибудь сплиттерцерии или в Теус-Экси. Окей. Он даже после того, как я его ударил, не захотел встать. Пока. Я так быстро. И еще один новый враг. Блин. Я не уверен, могут ли они быть отравлены. Потому что обычные солдаты не могут. Потому что они уже отравлены, очевидно. что-то у меня сегодня с управлением не то. Окей. Советую сразу же нажать вот на эту кнопку. Два раза получается. Или даже три. Не знаю, сейчас посмотрим. Три. Потому что у нее четыре положения. И там откроется выход. Тут ловушка. Это я помню. Тут секретка. Вот тут. Вот тут вот. Ловушка. вот этот вот камешек ее активирует. Один уголь фрошты. И куча тетонит, да? Да. Возможно, я себе еще какое-нибудь оружие сделаю. Чувак, привет. Татаматин. Мы могли сразу сюда завернуть, но тут мы бы не смогли выбраться обратно. На нас бы согрались все остальные рыцари. Я чуть не травился. Он оттуда бы все пришли, по нам бы стрелял маг, и вообще все было бы плохо. И убежать мы бы никуда не могли, пока вы не нажали три раза вот на эту ступеньку. Не ступеньку, это плита на жене. Кто идет за мной? А не, это просто в лучшем ходит. Так, и время у нас потихоньку заканчивается. Я уже довольно много прошел, на самом деле. Хотя я вначале пропустил очень много секреток. Тут лучше не падать. Ну, так-то нам нужно идти туда, но тут есть еще кое-что. Тут нужен лук. тут вот тоже нужен лук. Так, это кнопка. Окей, я не уверен, а не, я уверен, что эта кнопка делает, она открывает дверь вон там, дальше в проходе. И тут больше ничего нет. Ладно, я думаю, на этом мы закончим. В следующий раз пойдем дальше, а пока что всем спасибо за просмотр и всем пока.